А вот вы ведь на самом деле, я так понимаю, провели на Чкотке такой значительный кусок детства, да? И снимали там ведь фильм, да, как я провел этим летом. Не приезжали в тот городок, в котором... Была попытка, не получилось, потому что... Далеко? Наоборот, там не очень далеко. Но обстоятельства вот этой дорожной ситуации, лучше через Москву туда прилететь, из Пивека, чем из Пивека в Билибино, потому что... А, Билибино, да. Да, в Билибино, потому что, ну, так устроено у нас, что туда, если только есть какая-то Аказия там или еще, то там 300 километров от Пивека до Билибина в порядка 300 километров. Но добраться я уехал, у меня была такая надежда, Алексей Попогребский меня отпустил, режиссер этого фильма, как я провел этим летом. Я приехал в Пивек раньше всей группы, они еще там доснимали что-то, в надежде на то, что кто-то там из метеорологов, будет какая-то Аказия, вертолет, борт какой-то туда или еще что-то. Ну, так не оказалось. В общем, я пять дней там просто прошатался по Пивеку, поджидая всех остальных, и мы улетели уже на большую зиму. Так не получилось. А вот было ощущение уже во время съемок, что это будет успешный проект, что будут премии, награды, или просто-просто была рутинная работа? Вообще, вот насколько у творческого человека, вот у вас, не будем вообще обобщать творческого человека, есть тот момент угадывания, что да, получается, или наоборот, что-то вот не покатило? Ну, мне кажется, он где-то там, он подтверждается, наверное, какой-то практикой, какой-то статистикой, может быть, уже того, что люди относятся со вниманием к тому, что ты делаешь. Потому что, я не знаю, вам, наверное, обманут, вас обманут, если скажут, я делаю этот фильм, и он обязательно возьмет Оскара, там, Глобус, там, Кинотавр, Московская, ну и так далее. Просто вранье все. Надо делать, любой нормальный человек, мой коллега из любой сферы, он просто сначала делает дело, которое ему очень нравится. А дальше потом возникает, вот когда сидит ребенок в углу и думает, йо, этим понравилось, за это приздали. И дальше возникает момент такой же радости и чудо. Потому что, нет, безусловно, ты же, когда не берешь работу, ты не думаешь, да это же страшно бесит, там, в ящик, в стол любого писателя, художника нормального, да? Это страшно, потому что хочется, чтобы это было увидено, услышано, так сказать, осязаемо людьми. Поэтому, конечно, закладывая то или другое, каждый режиссер, опять же, на мой взгляд, я всегда это делаю интуитивно, понимаю, что есть какой-то дефицит, ну вот, как сказать, мы сидим, все вместе разговариваем, и вдруг я понимаю, что вот в нашем разговоре не хватает какой-то темы, которая бы оживила наше общество сейчас, нашу компанию, наш коллектив. Я говорю, ребята, а не поговорите нам о том, там, об апельсинах. Начинаю рассказывать. И все это, как бы, заметно оживляет наше собрание, которое начинает кемарить, уже, да, так сказать, начинает утомляться. И также, мне кажется, в предъявлении какой-то идеи в кино или в театре, в любой, в книге, ну, в любом виде искусства, он способствует оживлению общественной жизни какой-то, да, не осквернению, не оскорблению, не унижению, а оживлению. А вот все, что остальное по другую сторону борта, это как у нас в компании бывает, что-то что-то как зарядит, вроде оживил, но не в том ключе. Понятно. Правильно? Поэтому, мне кажется, любой художник, и, я думаю, все мои ребята, вот, режиссеры, мои друзья, я и я в том числе, мы вначале не думали о том, что это будут там какие-то призы. Сначала хочется, вот, выразить, избавиться, что ли, от того сюжета, который в тебе существует. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Теретья 24. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok